Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 24 года. Рост 186 сантиметров. Вес 85,9 килограммов. Его рекорд три победы, одно поражение. Представляет клуб Шторм из Омска, Россия, Александр Подмарёв. Его сопернии к красному углу. Ему 24 года. При росте 178 сантиметров. Его вес составляет 84,4 килограммов. Это профессиональный дебют спортсмена, представляющего клуб Беркут из Грозного, Россия, Сайхан Кутаев. Рефери Ашот Ашукян. Ну и как же поддерживает Сайхана Кутаева? Зарушение регламента веса бойцу синего угла. Объявлена желтая карточка. Минус балл у Александра Подмарёва. То есть первый раунд, если закончится, с каким бы счетом не закончился. Напомню, по десятибалльной шкале он судится. Один балл будет отнят. 8,85 килограммов на весах показал Подмарёв. Хороший лоу-кик. Можно занести в актив Кутаеву, но тут же подхватил ногу соперника Подмарёв и перевел его в партер. И здесь пытается перевернуть соперника. Перевернуть не получается, но в стойку бойцы возвращаются. Ну и тут борьба в клинче и есть перевод от Сайхана Кутаева. Перевод и пытается улучшить позицию Кутаев. Мешает ему, в том числе придерживая ногу Подмарёв. И вяжет ему левую руку Кутаева. Особождает. Он уже более комфортно в себя условиях находится в Кутаев. Но вот опять-таки вяжет его Подмарёв и готовится уже идти с этой позиции. Неудобно для себя. Отдаёт шею Подмарёв. Очень легко отдаёт шею Подмарёв. Даже как-то не прикладывает усилий, чтобы идти. Хотя, оказывается, одну игру контролировал Подмарёв. Тут колено, в ключи. Сам теряет равновесие Кутаева. И правый боковой вдогонку выбрасывал Подмарёв. И вот сейчас здесь очень эмоциональный бой. Подгоняются трибунами бойцы. В первую очередь это Кутаев. Конечно, они будут, скорее всего, рубиться. И попытка была сгонит Рукроса от Подмарёва. И пропускает по встрече антифайтер. Справа, да, попадает Кутаев. И сам при этом так же. И пропустил. И вот это Кутаев. И мы видим, что Подмарёва присутствует определенный процент лишнего веса. Очень тяжелый на ногах этот боец. Видимо, в не самой оптимальной форме подошел к этому бою. Ну и Кутаев. Кутаев в сохране выглядит более подтянутым. Но при этом так же скоростью. Такой высокой не отличается. Более тягучая манера ведения боя у этого спортсмена. Ну и в этой борьбе определенное количество сил отдали. Справа на встречу попадает Подмарёв. Бойцы. И уже к середине первого раунда тяжело дышат оба. Да, вот этот клинч тоже, видимо, много сил забрал. И у того, и у другого. Так, вновь джек выбрасывает. Слева достает, подмарёв соперника. В ответной форме, в оттяжке, сразу до гонка. Оттянувшись потом до гонка. Левый скачков, правый, правый до гонка. Не точно, не хватило длины конечностей. Не рассчитал в станции. Подмарёв. И сам пропускает хорошую двойку. И потом справа отвечает. Немного на месте осталось. Сайхан Кутаев. Оу, вот сейчас справа. Так, выставить локоть вперед в защитной форме. Правый удар. И тут навстречу. Два удара. Сайхан Кутаев выставил. Руки уже внизу. Сайхана. Сайхан Кутаев. Отпускается. Такой затяжной трос. Устанели подмарёва. Левый джек. Достигает сели. Еще раз право. Нашел в республике соперника подмарёв. Из раза в раз вот правый удар достигает сели. Подрагу углам выбрасывает Александр. Этот удар. Поджимает подмарёв его. Снова Кутаева. Снова Кутаева. И колено. И колено. Сам потанцево отвечает. Действительно. Колено Кутаева. Левый боковой. Правый боковой. Еще раз. И колено обменивается ударами здесь. Объединяя дистанцию. Тейкдаун под занавес первого раунда. Проводит Александр подмарёв. Захватывает шею. Кутаев здесь наверное больше для сохранения позиции. И вырывается подмарёв. Атакует сам очень активно. Кутаев пытается сбросить себя. По-моему это ему удается встаёт, пикает на ноги. И с клинча коленями атакует. Очень много сил отобрали. Вот эти первые пять минут у обоих спортсменов. Напомню это 23 поединок сегодняшнего вечера. И 6 гран-при среди весов. И вот тот самый правый кросс со стороны Александра подмарёва. Из раза в раз выбрасывает он этот удар. Выцеливает им своего соперника. Насчупав брешь в обороне того. И слева так же. Здорово подмарёв. Немного смягчает удары соперника Сайхан Кутаев. Его голова в таком, так сказать, гуляющем режиме находится. Поэтому плотно не удаётся приложиться сопернику по нему. И вот тут обмян ударами. Двойка не точная. Ещё раз не точно от Сайхана Кутаева. И ответы в форме. И вот удар в туловище. Так неожиданно. Напрашивался очередной кросс. Немного изменил траекторию. И вот слева так же попадает подмарёв. И навстречу опускает Кутаев. Там блок попадает. Ещё раз. Левый навстречу. Очень открыт Сайхан. Сам попадает в блок. И в ответной мере попускает чистые удары. Но пока держит он их. И при этом нужно ответить, что подмарёв тоже довольно часто проваливается. Вот этим вот нужно пользоваться. Кутаеву. Но, видимо, пока что он не настолько поднял свой уровень. Да, слава, как бы чувствовать и пользоваться подобными эпизодами. Сайхан. Боится, конечно. И справа попадает. Ещё раз. Догонку. Кутаев. Дважды достаёт соперника справа. Ну и, конечно, сам справа пропускает. И, конечно, эти ноги, длину конечностей не используют. Сайхан Кутаев мог бы он с дистанции попытаться поработать. Но, видимо, опасается перевода партера. Удар в туловище. Область печени со стороны Александра Подмарёва. Ещё два удара в туловище. И тут уже на ближней дистанции обмениваются ударами бойцы. Поджимает снова Подмарёв. Он более точен в этом раунде. Удва удара в корпус. А я вам прямой и правом. Снова двойка. Теперь уже в голову. Кутаеву, конечно же, нужно попытаться разнообразить свои действия. Что, в принципе, хотелось бы сказать и о Подмарёву, но больше всё-таки эффективный. Именно это эффективен, это, скажем так, этот план, который он избрал, это тактика для Подмарёва. А Кутаеву нужно что-то менять, если он, конечно же, хочет исправить ситуацию в свою пользу. Тем временем, минута до конца второй пятиминутки у нас остаётся. Очень бескомпромиссный бой, эмоциональный. Трибуны включаются. Угловые тоже работают на пределе своих голосовых возможностей. И снова справа пропускает Кутаев. Всё-таки это такой вес, где удары, один удар может решить всё, но почему-то вот эти попадания, они не становятся роковыми ни для кого из бойцов. И попытка перевода в партер от Кутаева неудачная. вынужден сам мяч на спину Кутаев и принимать удары в голень соперника. Десять минут десять секунд до конца раунда и уже отправляются, конечно же, секунданты. И левый навстречу также. нет мощи в этих ударах, уже подустали оба спортсмена, но тем не менее попадания имеют место в эти хорошие мидлкики. третий заключительный раунд. Ну и начинается третья пятиминутка, уважаемые друзья, 23-го поединка сегодняшнего бойцовского вечера Александр Подмарев против Солхана Кутаева. Гран-при в среднем весе 1-8-я финала. Безкомпромиссный поединок мы с вами видим. Не жалеют соперники ни себя, ни друг друга, как говорится. есть свои удачные моменты у каждого из них, но как показали предыдущие два раунда определенное преимущество было на стороне Александра Подмарева, но Сайхан Кутаев продолжает идти вперед. Зарез пропускает несколько ударов и удается ему тейкдаун. Все-таки переводит он соперника в партер. Сам рискует попасть на волевое танарейка, скручивание пятки. Скручивание пятки, но он не зафиксировал ногами соперника Подмарев и вырвался Сайхан Кутаев, но потерял позицию. Отходит гард Подмарев и также теряет позицию. За спиной от соперника оказывается Кутаев. Устали, конечно, бойцы, это чувствуется такой бой, динамичный, плотный, три с половиной минуты до конца остается. Конечно, много сил отдано. работа сейчас клинчей. Много действительно бьют и очень часто пропускают. Вот здесь как раз таки такой, где видно что есть ребятам на многих чем работает, но при этом интерес есть к этому поединку. Очень интересный поединок. Я думаю, этим отличается и весь сегодняшний бойцовский вечер практически, где в первую очередь эмоции и вот эта атмосфера попал слева левый боковой. Даже казалось бы незаметный удар, но тем не менее не хватило мощи, физической кондиции Подмарёву чтобы наброситься добить соперника. Ну и да, пытается завершить этот бой Александр Подмарёв. Ну и Сайхан Кутао насколько тяжело ему приходится проявлять характер из последних сил пытается оборонять и очень мало у него осталось. Впрочем, как и у Подмарёва. Подписка Сайхан Кутао Немал забирается Подмарёв уже забивает безответное добивание Сайхан Кутао Ашот Кашу Гарриго готов мешаться для того, чтобы остановить этот бой совершенно не отвечает Сайхан Кутао и все Александр Подмарёв становится очередным четвертьфиналистом Грам-при Беркут Янг Иглс в среднем месте. Время на третьей минуте 14 секунде третьего раунда Победу техническим нокаутом добивания одержал Александр Подмарёв Клуб Шормы из Омска Россия и ваши аплодисменты его сопернику Сайхану Кутаеву на данном турнире и пробили четверть в финал Сайхану